Медиагруппа «Авангард» представляет Презентацию по Red Team и, в принципе, по пентесту с элементами Red Team хотел бы рассказать именно с точки зрения атакующего, поскольку данным проектом мы занимаемся уже порядка двух лет, ну, чуть-чуть забегая вперед, и, соответственно, показать наш подход, показать, где мы как работаем, в том числе, как видим, что реакция стороны защитников. Начну с пару слов, в принципе, о пентесте, почему мы начали заниматься именно проектами по Red Team. Соответственно, с точки зрения атакующего, в рамках проектов по пентесту мы встречаемся с основными тремя проблемами. Первая проблема – это сильное ограничение по времени. В лучшем случае по проекту по пентесту у нас занимает от одного месяца, это в лучшем среднем случае, до одной недели в самом-самом худшем случае. Соответственно, достаточно часто мы сталкиваемся с такими проблемами, что мы нашли какой-то, например, вектор интересный, но проработать его же дальше нет времени. Из нашей практики, например, у нас был достаточно любопытный вектор, когда мы смогли получить доступ к системе АБС и выявили, что есть протокол взаимодействия именно с процессингом. Однако как раз разработать непосредственно дальше вектор через реверс данного протокола и понять, можно ли мы, соответственно, получить доступ к уже закрытый сегмент, у нас не хватило. Также достаточно часто у нас встречаются вектора, когда мы находим какие-то IOT, мы можем получить их прошивку, однако разреверсить IOT и получить самопрошивку, и опять же выявить вектора тоже не получается. Следующая проблема – это ограниченность по области исследования. Как правило, как пентестеры, мы работаем с теми активами, которые нам представляют заказчики. Как правило, скоп данных актив достаточно сильно ограничен, а по нашей практике те активы, которые, как правило, не включаются в скоп, как правило, имеют больше шанса иметь уязвимости, и как раз использовать уязвимость, и мы имеем больше вероятность получить доступ как раз к тому скопу, который нам был определен. Третий вариант – это то, что классический пентест, в данном случае я больше подразумеваю пентесты сертификационные, то есть по PCI, по 382P, они проводятся достаточно открыто. Соответственно, об этих медтестах знают не только специалисты по безопасности, также знают администраторы, и в достаточно большом количестве случаев знают сами рядовые сотрудники. В связи с этим мы сталкивались с достаточно большим количеством проблем, что как администраторы, так и сами сотрудники могут как отключать сервера, так и скрывать какую-то чувствительную информацию. В рамках работы у нас есть две интересных истории, соответственно, именно связанных с тем, что пентесты знали. Первая была связана с PCI-ным пентестом, в котором… с обычным PCI-ным пентестом в одном из банков. Честно сказать, что этот банк был достаточно хорошо защищен, сегмент процессинга был отделен от офисной сети через VPN. И в таких случаях, обычно, как атакующие, мы пытаемся найти либо какую-то информацию о подключении, то есть конфигурации, пароли и так далее, либо найти активное соединение, дальше использовать именно машину, где было соединение открыто, использовать как профси-сервер. Однако за две недели двое наших сотрудников не смогли найти вообще ничего. То есть не было ни соединения, ни информации, вообще была абсолютно пустота. И на финальной встрече, когда мы разбирались ситуацией и результатами теста, мы этот вопрос коллегам задали. Спросили, почему такая ситуация произошла? На что администраторы прямым текстом ответили, что они просто все удалили. Все удалили и во время пентеста не подключались к сегменту процессинга. Следующий вариант – может быть какое-то явно активное противодействие нашим работам. В рамках наших проектов мы однажды столкнулись с достаточно дикой ситуацией, проводя пентест для одной ритейл-компании. Пентест проводился также достаточно был типовой, и единственной его особенностью было то, что данный пентест был по удаленке, соответственно, через RTP-сервер. И при анализе текущей инфраструктуры мы начали измечать какие-то отдельные технические особенности. То есть у пользователей были достаточно специфичные даты смены пароля, были достаточно странные учетные записи и тому подобные вещи. И чуть-чуть копнув чуть-чуть глубже, мы поняли, что коллеги подняли нам просто игровой стенд. То есть мы выявили, что домен был поднят 3 дня назад. Как правило, в таких случаях у нас возникает вопрос, насколько релевантны мы получаем результаты, и насколько релевантны мы отдаем рекомендации нашим клиентам. Соответственно, исходя из подобных ограничений, мы начали делать проекты по Red Team, в которых сроки гораздо длиннее, и в целом по нашей практике сроки по тому же Red Team, в отличие от пентеста, создавляют порядка 6 месяцев. В том числе мы можем область исследования гораздо шире, и мы можем эксплуатировать те вещи, которые бы мы не эксплуатировали на обычном пентесте, и, собственно, использовать как, например, разработку собственных инструментов и инструментов эксплуатации под выявленные уязвимости, так, например, применять такие интересные вещи, как физическое проникновение с элементами социальной инженерии, пытаясь как раз физически проникновить в банк, оставив там какую-нибудь закладку. Следующее – это достаточно скрытный процесс. В данном случае, если мы где-то споткнулись, то это наши ошибки, и здесь явно мы думаем, что не было противодействия администраторов. Более того, сам Red Team как раз с точки зрения работ позволяет проверить не только технические уязвимости, но также и выявить, показать корректность действий по, соответственно, командозащитам. Как я уже сказал, принципами тестами по элементам, с элементами Red Team мы занимаемся уже порядка двух лет. За это время мы собрали некоторую подборку тех векторов атак, которые могут обнаруживаться как в компаниях, где, в принципе, нет даже отдела безопасности, то есть никаких ответственных лиц за обнаружение, так и те атаки, которые не обнаруживаются даже в рамках компаний с достаточно высокой зрелостью, где есть уже собственный либо сок на аутсорсе. Соответственно, из тех атак, которые мы выявили, что обнаруживаются достаточно легко, это, во-первых, заведение любых привлекированных учетных записей, в том числе, например, записи администраторов домена. В рамках, причем самое интересное, то, что в рамках заведения данных учетных записей этот момент обнаруживается большей частью даже не официальной безопасности, а обнаруживается еще на уровне администраторов. Следующий момент – это использование инструментов вида Mimicats, VimaExec, PSExec, LDAPDump и прочих инструментов типовых, которые используются пентестерами. Данный инструмент, очевидно, они как известны к сигнатурам, так, в принципе, обнаруживаются и по поведению, и в сетевом трафике сталкивались с тем, что, например, попытки запустить PSExec у нас приводили к тому, что наша розетка просто блокировалась. Следующий момент – это какие-то массовые действия. Например, массовое сканирование портов, либо массовая эксплуатация каких-то сервисов, в том числе, например, проверка пароля администратора по СМБ на некотором сегменте. В частности, как мы общались потом с коллегами, коллеги говорят, что подобные действия видны, как на вагоне елка с нашей стороны. Однако есть те моменты, которые не обнаружились даже в компаниях с достаточно высокой зрелостью. Первый момент – это социальная инженерия. Причем в данном случае я говорю больше не о социальной инженерии, как некой массовой фишинговой рассылке, а больше о какой-то таргетированной частной взаимодействии. В частности, например, в одних из проектов мы эксплуатировали пользователей через социальные сети, пытаясь попасть в их внутренне закрытые группы. Также одним из интересных моментов у нас был сценарий, связанный с фичным прикровением, когда наш специалист представился специалистом проследования инцидентов, ходил по сотрудникам и просил дать доступ к компьютерам с их сухоучетной записью для того, чтобы провести сбор нужной информации для расследования инцидента. В нашей практике порядка 60% людей пошли ему навстречу и совершенно незнакомого человека пустили за собственный компьютер. Следующее – это атаки на актив директоре. Соответственно, мы известны делегации, керберов, стендголдотикет и прочие вещи, которые мы встречаем. Как правило, здесь, наверное, понятно, что эти вещи очень похожи на нормальное поведение людей в сети, и, в принципе, отследить наличие подобных эксплуатаций достаточно тяжело. Следующий момент, который, на удивление, мы выявили, что он, как правило, не контролируется – это привилегированный доступ к сегментам сети, к критичным сетевым сегментам. Соответственно, попав в какой-нибудь закрытый сегмент, будь то, например, сегмент администраторов, сегмент процессинга, если мы говорим, например, о промышленности, сегмент СТП, в данном случае уже какого-то контроля сильного мы не встречаем никогда. То есть уже можно использовать наши типовые шумные действия, как правило, у тебя уже упомянутый делегатс, ну, господи, упомянутый сегментарпиатор, и, в принципе, мы не столкнулись с низким противодействием. И последний момент – это административный доступ к управлению компонентами инфраструктуры. В данном случае я имею в виду тот момент, когда мы получаем доступ, например, к управлению Каспиевским спирта-центром от имени администратора, либо получаем доступ к VMware, к консоли Висфер. Данные моменты тоже, как правило, не контролируются, хотя дают достаточно большой… открывают достаточно большие возможности для атакующего. Соответственно, как, например, начиная от возможности отключить какой-то отдельный антивирус на нужном компьютере, либо, например, развернуть собственную виртуальную машину. В рамках, опять же, наших проектов у нас был один сценарий, при котором мы получили доступ к консоли Висфера, а дальше просто развернули в ней собственную машину, которая одной ногой смотрела в сегмент процессинга, а одной ногой смотрела в офисный сегмент, который мы видели. И таким образом, соответственно, обошли все ограничения и сегментацию и получили доступ к защитным сегментам. И, как вы понимаете, данный момент обнаружен не был. Понятно, что эти моменты нужно как-то обнаруживать. В данном случае возникает вопрос, как нам помочь голубой команде, соответственно, защитникам, обнаружить подобные вектора. В данном случае мы здесь перешли к такому моменту, который мы называем киберучениями. В данном случае киберучения мы понимаем как некие киберигры, состоящие из двух частей. Первая часть – это либо разбор текущих атак, которые мы проводили, то есть опять же разбор того вектора, которым мы смогли сломать компанию, и, соответственно, определение, какие этапы из этих векторов были обнаружены, либо не были обнаружены. Либо, соответственно, некая игра на уже подготовленном списке типовых атак. Данный список, как правило, может подготавливаться, например, на основе компонента Митре. В целом, коллеги, наверное, здесь я остановлюсь, поскольку дальше рассказывать уже можно много. В целом хотелось бы просто отметить одну интересную часть, один момент, что, как правило, злоумышленникам интересы нестандартные вектора. В целом, как показывает наша практика, какие-то отходы от типовых атак, связанных с использованием наших широко известных инструментов, они обнаружатся крайне плохо, и, как правило, в принципе, о них могут даже наши защитники не знать. Соответственно, ради этого мы и сделали такую вещь, как киберучение, которое как раз было направлено на то, чтобы помочь защитникам повысить как капитенции в области повышения, так и, в принципе, повысить общий уровень защищенности компании. Коллеги, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok